здравствуйте мои дорогие ой как мне нравится мне но я надеюсь что некрасивое видео но зато будет полезное потому что ну смотрите наш столик не с цветочками потому что буду показывать мое средство для ну вообще-то я если честно все все поверхности протираю даже вот эти вы знаете сейчас мебель не из дерева делается не знаю из чего и вот вот такую мебель не про дни вот эту деревянную деревянную которая когда-то была то я протираю тоже вот этим средством и все в порядке а вообще-то это средство идет для стекла и ок окон и зеркал ведь у меня прям тут стена целая зеркальная вот этот шкаф он с принтом но он все равно стеклянный у меня очень много стекла и вы знаете у нас сын был аллергиком слава богу нас прошла вот эта проблема наша но бабушка у бабушки хронический бронхи тоже его респираторные да вот дыхательная система у мужа раньше когда он меньше следил за собой очень большая проблема была с ангинами тоже тоже дыхательные верхние дыхательные системы вот всякие заболевания вот эти сезоны у него проходили очень и так не радостно мягко скажем с большой температуры и все такое и вы представляете когда так много стекла если все это химии протирать то все мои вот домашние бедные наверное и зуза тоже была с аллергией чихала от этого всего я нашла вот такое средство тут все как бы более-менее не такое хотя вам нужно будет привыкнуть к запаху уксуса ну это всегда когда я убираюсь это проветривается и очень быстро уксус испаряется очень хорошо но вы знаете прямо вот вот такой уксусной водичкой я опрыскиваю фрукты чтобы не возилась мошкара всякая это тоже помогает так что у нас с уксусный запах совсем не проблема так что если хотите быть здоровыми надо будет привыкать к нему потихонечку но к этому привыкаешь мы привыкли за за пандемию и к запаху дегтярного мыла так что уксусу еще легче давайте покажу что что нам нужно для этого рецепта во первых нам нужна мерочная кружка любая которая вам удобно потом нам нужна вода я использую воду из фильтра и вам тоже рекомендую потому что может быть от этой воды когда она потом высыхает может прям оставаться вот разводы я прям вот слышала такую идею я попробовала и увидела разницу так что я уже для тех и целей тоже использую воду из фильтра потом нам нужно так нам нужен уксус девятипроцентный я его сама делаю из эссенции вот такая у меня идет вот такая эссенция где-то я читала как это правильно делать по моему да если я сейчас неправильно скажу я на экране напишу правильно но по моему вот так на 100 миллилитров воды одна ложка вот этой эссенции и вот получается да мне было прям таблицы я надеюсь что найду прям покажу вам поставлю на экране где-то тоже кто-то советовал как сделать 6 процентный уксус как дела 9 и вот одна ложка на на 100 миллилитров и выходит вот девятипроцентный уксус а потом до сих пор я использовала водку вот обычную вы знаете да интересно было когда я заходила в магазин и особенно у нас тут возле дома это не супермаркет такое проходишь к прилавку и спрашиваешь что тебе нужно я проходила прямо в очереди и спрашивал дайте мне пожалуйста водку самую дешевую как на меня все смотрели так тогда все в очереди прямо переглядывались ну я же не могла всем прямо объяснять что мне не пить ее мне вот для такого потом я все хожу на на рынок ну кто у нас в кишиневе ходят на центральный рынок то вы знаете вот этих продавцов которые так не сильно кричат но так аккуратненько рекламирует свой товар спирт 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 ну вот этот спирт спирт я купила наконец-то вот это впервые я взяла по моему это 70 процентов я спросила ну я его буду разбавлять вот если у меня в рецепте там сейчас вспомню 100 миллилитров водки то тут я буду только 50 то что водки 40 градусов а у этого по моему 70 градусов так что вот так будем пробовать и с таким спиртом впервые это делаю потом нам нужно вот любое средство для мытья посуды я только вот этим пользуюсь это более такое экологичное средство так что я это буду использовать и тут и уже не обязательно ну это обязательно как это называется вот такой инструмент я забыла был не на румынском ну вот лейка вот лейку лейка вам нужна и моя которая мне подходит сломалась нужно будет купить новенькую вот это сильно широкая она не заходит в узкое горлышко ничего и эфирные масла я беру в аптеке не самые дорогие прям смотрите 65 лей это чуть больше 3 евро какие вам нравятся те можете использовать но рекомендуется вот для такого дела я вот делаю несколько вот бутылочек одна для кухни потому что меня на столовой стеклянный стол там у меня может быть грейпфрут апельсин какие-то такие запахи по дому где-то по вот бутылок у которой я протираю там мебель может быть лаванда в ванной всегда ну ванна я делаю отдельно тоже расскажу как это делаю это чайное дерево и и конечно очень люблю вот иланг иланг использовать бергамотовая и розмарин ну это уже все по вашему усмотрению давайте быстренько рецепт а то я люблю рассказывать говорить но тут нужно быстро но я быстро не умею постараюсь тут нам нужно рассказываю рецепт а дальше рецепт очень прост нам нужно взять 250 миллилитров фильтрованной воды 100 миллилитров водки или 50 миллилитров спирта но смотря тоже какой процент и 100 миллилитров уксуса потом 2 миллилитра любого средства для мытья посуды и 20-30 капель смотря как у как вам ну как вы любите побольше запаха поменьше до любого масла эфирного или комбинацию двух-трех масел эфирных можете экспериментировать какой вам больше нравится или можете поискать тоже в интернете есть много вот вариантов кто балуется вот ароматерапии могут вам подсказать и какие то вот комбинации у меня все очень просто грейфрут я обожаю это меня грейфрут апельсин лимон на кухне лаванда по дому бергамот лаванда бергамот или только бергамот или грейфрут тоже люблю и даже по по дому и масло чайного дерево и лаванда или по отдельности или вместе в ванной да у меня тут есть еще и вот тоже тоже могу пару капель добавить это ой брат лично зеленые новогодние елка вот вспомнила ну давайте сделаем все как надо ну приступим сначала отмерим 250 миллилитров воды фильтрованной не забудьте особенно если у вас какая-то очень твердая вода то лучше взять и очищенную это у меня уксус девяти процентов тут нам нужно 100 миллилитров там помните я конечно напишу рецепт в в описании к этому видео так что было вам удобно вот так налили дальше дальше мы возьмем спирт а спирт я уточнила и все таки мой все таки 96 процентный муж говорит что там они не продают другого другого процента так что я взяла меньше чуть меньше 50 миллилитров ну где-то я так посчитала 30 40 и 2 миллилитра геля для мытья посуду акс 2 миллилитра вот все готово дальше берем эфирное масло тут у меня лаванда лаванду я это вообще у меня и такой и универсальный я написала 20-30 капель но вы знаете у меня так быстро они капают что я не успеваю за ними считать так что я на глаз ставлю и чуть-чуть и грейпфрута грейпфрут я тоже обожаю этот аромат и для свежести всегда не всегда но если есть то добавляю вот так к сожалению меня вот эти бутылки пластиковые очень хочу стеклянные бутылки но ищу красивое такое синие прямо стекло или зеленые ну пока что вы знаете не находила ну на сайтах на которых я искала нужно еще посмотреть может найду вот так и средство наше готово ну что ж сделаем пробу хотя уже поздно вечером но я решила все таки добить это видео чтобы вы завтра не остались без без видео от меня потому что я завтра тоже сегодня на крестинах было и завтра опять с утра надо будет сходить в церковь и не успею вам и отснять так что уже думаю хотя бы кусочек вот этой зеркальной моей стены которые последний раз я протеряла перед пасхой и вы знаете нет у нас маленьких деток чтобы ходили там ручками трогали так что просто вот от пыли протираю иногда и тряпки мои те же самые которые я вам показывала когда мыла окна но вы знаете прилично пыли было на на вот этом участке который я протирала эффект прям заметен ну как без узы конечно она рядом ой когда я пересмотрела этот кадр и увидела как тут много пыли а так я поставила просто лампу и она стала стала заметна так и и не было заметно ну хорошо будем все это очищать ну а я надеюсь что вам понравилось это видео и было вам полезно жду ваших комментариях и буду прощаться пока пока мои дорогие